Черное зеркало стало реальностью. Женщина из Южной Кореи смогла встретиться с дочерью, которая умерла три года назад благодаря VR-технологии. А пока одни упрекают разработчиков цинизм, и другие говорят о технологическом прорыве. Продолжит Александра Сидорова. На видео женщина надевает тактильные перчатки, VR-очки, и видит перед собой цифровой образ дочери, семилетний Найон, которая умерла в 2016 году. Мать говорит с дочкой, держит её за руку. Всё это якобы в парке, где мать и дочь любили гулять. Выглядит очень натурально. Женщина рыдает, родные наблюдают за встречей на экране. Для создания трёхмерной модели использовали технологию захвата движения. Разработчики записали движение ребёнка-актера, который стал прототипом цифрового образа. На его создание ушло восемь месяцев. Беспрецедентный кейс, говорит Дмитрий Кириллов, президент компании Modum Lab, которая занимается технологиями виртуальной реальности. Если такая технологически сложная услуга станет массовой, она будет стоить миллионы рублей. Идёт ли всё к тому, что через сто лет наши потомки будут заходить в VR-приложения и общаться с прабабушками и прадедушками? Мнение Дмитрия Кириллова. Это может быть неким видом новых цифровых материалов. Как вот у людей есть фотографии, видеозаписи, которые они могут пересматривать. Если мы не говорим про то, что внутри вот этой вот виртуальной вселенной у нас не живёт копия какого-то близкого человека, а живёт некая такая реконструкция, в которой события из жизни более ярко поданы. Не просто на экране телевизора или телефона можем это посмотреть, а можем оказаться там в какой-то из моментов, в какой-то дней. Возможно, при всём при том, что будут какие-то социальные предпосылки, люди это действительно будут хотеть получить. На мой взгляд, такое возможно в ближайшем будущем. В 2018 году шведские программисты разрабатывали технологию, позволяющую людям общаться с умершими близкими. Вместе с сетью похоронных бюро они создавали робота, говорящего голосом, похожим на голос покойного. Для первых образцов искали 10 добровольцев. Их голоса хотели записать и обработать, чтобы они снова зазвучали уже после смерти волонтёров. В 2015 скончался основатель портала Стэмпси Роман Мазуренко. Его коллега Евгения Куйда решила создать искусственный интеллект Романа. Вместе с коллегами она обучила нейросеть общаться в его стиле. Затем появилось приложение Евгении Куйды «Реплика». Там можно выращивать собственного цифрового двойника, который может и поддержать в трудной ситуации, и дать совет, как улучшить психологическое самочувствие. Сейчас у этого сервиса более трёх миллионов загрузок. Южнокорейская компания El Royce пыталась создать приложение With.me. В нём можно общаться с трёхмерным аватаром ушедшего друга или родственника и даже сделать с ним селфи. Правда, широкого распространения это приложение не получило. Некоторые считают такие новшества, в частности цифровой образ корейской девочки, кощунством. Психологи отзываются неоднозначно. Как психика разных людей поверёт себя при встрече с ушедшим близким человеком, неясно, говорит руководитель Центра психотехнологий Ольги Добрыниной Ольга Добрынина. Здесь получается почти что воскресенье ребёнка. Ведь захочется матери наверняка ещё. И она может заблудиться в этом, погрузиться и никогда не принять уход дочери. И её существование в этой нашей логической реальности может стать большим вопросом. Иногда бывает, чтобы отпустить, нужно ещё раз встретиться. Вы помните фильм «Привидение»? Героиня Мупи Голдберг впустила в себя привидение героя и на мгновение она стала им. Фактически произошло то же самое, вот то, что описывается в этой статье. Но там героиня приняла и отпустила, скажем так. Сможет вот здесь мать и дочь. Серая зона. Тренд на цифровое бессмертие поддерживают соцсети. Так, Фейсбук предлагает указать хранителя аккаунта, который после смерти пользователя сможет удалить страничку или же создать цифровой мемориал. Там близкие могут оставлять комментарии и публиковать фото. Подобные механизмы есть у Твиттер и Гугл. Продолжение следует...